Итак, дана составная рама Что значит составная рама? Вот здесь у нас неподвижный шарнир Здесь тоже неподвижный шарнир А вот этот шарнир соединяет две части Вот этот изогнутый уголок И здесь изогнутый уголок Он не совсем уголок Вот это уголок, а здесь еще такой отросточек Вот это жесткое все Сварная такая конструкция из двух частей Задача найти реакции внешних опор Вот этих вот и эта опора Здесь две, здесь и здесь две неизвестных Но вы понимаете, в неподвижном шарнире всегда две неизвестных Одна по горизонтали, двойка по вертикали Давайте сразу что-нибудь напишем Значит, смотрите, здесь делается так Когда мы пишем реакции опор То мы должны по такому принципу Либо опора, либо реакции Поэтому мы с помощью, конечно, хорошего надо перерисовать Но я перерисовать не буду Я убираю опоры, заменяю реакцию Именно вот так и делается Вот такая аксиома Мы еще не дошли до этой аксиомы связи Или писали уже, была аксиома связи Отбрасываешь связь Пишешь реакцию Итак, эта реакция будет Игрек А Нет, это Икса Икса Это Игрек А Это внесет элемент комедии в нашу сухую лекцию Итак Всегда должны быть клоуны, да? А это у нас Икс Б Игрек Б Игрек Б Я постарался повертикально рисовать Итак, это неизвестные реакции Вообще, по-хорошему надо бы их красным выделить Да, кстати, вот здесь я выделил их красным Но если мы посмотрим на эту конструкцию Видим, что на нее все в целом действуют Четыре неизвестные величины Но для одного тела Можно составить только три уравнения Поэтому мы вынуждены разбивать ее на части Берем одну часть и другую часть Значит, разбиваем, конечно, по шарниру Вот по этому шарниру Все скажут, а почему по этому шарниру? Ну, в принципе, мы можем разбивать где хочешь Можно даже здесь разбить Вот разрезать И заброшенную часть И заменить другой частью И там реакциями Но в этом месте нам пришлось бы еще момент добавлять Который препятствовал повороту А здесь у нас шарнирчик аккуратный Где момента нету Поэтому здесь будут только две реакции Итак, если рассмотрим вот эту часть Где у нас рассмотрена Вот она То на нее действует, как и раньше Вот этот момент Этот момент Две неизвестные xy Две появившиеся неизвестные xy Ну, вместо отброшенной части Кстати, вы спросите А почему ты сюда? Да куда хочешь? Главное, что на другую часть В предположенную сторону Если здесь в одну сторону То здесь в другую Если здесь вниз То здесь вверх А можете наоборот Причем, более того Мы сделаем так, чтобы они Вообще бы нам не вошли бы Чтобы не морочили нам голову Потому что мы ищем-то xy, xb, yb Ну, ладно Значит, эту часть мы смотрели Вот эту часть Это хитрая часть Ну, и хитрая здесь Только вот в этой нагрузке Ну, в этой тоже может быть отчасти Значит, в этом месте Где у нас имеется неподвижная опора Мы рисуем эти две реакции Где составная конструкция Разбивалась на части Пишем вот эти две реакции В обратную сторону Но вместо распределенной нагрузки Вот тут внимание Значит, у нас распределенная нагрузка Неравномерная Линейная Ну, мы сейчас доказывать не будем Но оказывается Она имеет равнодействующую Равную по величине Площадь этого треугольника То есть q Так напишем q, это как равнодействующая Тут равняется Одна, вторая Длина участка Ну, длина участка Здесь у нас получается Триада Триа И умножается на интенсивность Ну, вот видите Площадь треугольника И при этом прикладывается В центре тяжести Этого треугольника То есть, одна треть Этого основания Со стороны прямого угла Ну, одна треть Как раз приходится, пожалуй Ну-ка-ну-ка Да, вот в эту точку Вот видите А Здесь А И здесь А То есть, в этом месте Мы прикладываем силу q Величину, которую можем заранее посчитать Кстати, давайте посчитаем У нас это было 14, да? Значит, получается Одна, вторая На три А у нас единица И на 14 И на 14 Значит, что получается? 21, да? 7 21 Вы проверяете То есть, я могу ошибиться Причем 21 килоньютон То он раньше был киноланьютон на метр, да? Вот килоньютон метра Это вот это Катит А этот в метрах Ну, и произведение, конечно, получается килоньютонных Итак, q21 Не буду писать Я написал один раз Это раз Потом Вот в этом-то месте У нас была нагрузка f Под углом альфа Ну, тут я вам рекомендую Чтобы не таскать f на косинус f на синус Понимаете? Нам не просто надо решить А решить быстро Если будете писать Выписывать f на синус f на косинус Ну, дольше Лучше сразу написать результат Ведь f на косинус То есть, горизонтальная реакция Чему равняется? 10 на А я написал косинус альфа Чему равняется? Не написал, да? Сейчас я посмотрю внимательно Кажется, косинус альфа 0,8 Сейчас внимательно Услови посмотрю Косинус Да, 0,8 у меня Значит, стало быть, это у меня 8 Значит, по горизонтали действует 8 Ну, я могу вот здесь вот нарисовать 8 Вот, чтобы не наползала сила на раму Я же могу вдоль линии действия переносить Это же запросто, да? Я пишу 8 Просто восьмерку, да? А 6 Ну, синус это будет 0,6, да? Будет по вертикали Это будет 6 Тоже в килоньютонах Вот у нас имеется Эта часть Имеется вот эта часть Каждый из них находится в равновесии Но теоретически может сделать так Вот для этой составить 3 уравнения И для этой 3 Ну, обычный стандартный На ось х, на ось у И сумма моментов Но получается Избыточная сложная система Икс, икс войдет Можем сделать более хитро Делаем следующим образом Значит, вот эта схема Которой вы сейчас будете придерживаться Если вы будете, так сказать Ну, я грубо говоря Тупым способом Здесь 3 Здесь 3 То долго решать Кстати, есть другой вариант Можно написать Вот здесь 3 уравнения И здесь 3 И третий вариант Вот здесь 3 И здесь 3 Получается, так и так Все сложно Но мы сделаем хитро Мы, допустим Ищем икса и игрека Если мы относительно Вот этой точки Вот этой точки Составим сумму моментов То возьмут только икса и игрека Эти-то не войдут Давайте мы сейчас составим Итак, пишем сумму моментов Относительно точки B Равняется Обычно начинаем с неизвестных Икса Ну, вы люди еще не очень опытные Поэтому я буду вам подсказывать Там, какие знаки, какие плечи Ну, давайте так Вот вы мне подскажите Икса будет с плюсом или с минусом вращать Напомню, что у нас Вот это О, молодцы, как дружно сказали Это с минусом, да Значит, с минусом А плечо, подскажите, какое будет Да Итак, минус так На B Потом подставим эти цифры Арифметика простая Так, потом Y Я, знаете, как пишу Не спеша Y написал Так, Y Ну, знак какой? Относительно точки Тоже вот так она крутит С минусом А плечо? 2 2 Смотрите, вы уже, видно Домашнюю работу делали хорошо Итак, Y Следующее Тут надо вот этот момент взять Но момент он всегда будет Какой есть Он всегда будет Минус 30, да? Обратите внимание Я пишу не моменты Так удобнее Быстрее считать 30 Потом Здесь я тоже подпишу себе Чтобы было проще Вот это у нас шестерка, да? А это восьмерка А это я уберу Она уже свою роль Выполнила Итак, 6, 8, да? Что у нас берется? 8 не берется, да? 8 проходит через точку Плечо 0 Остается 6 6 с каким Знаком С каким? Значит, конечно, с плюсом И на А, да? Плюс 6 на А Ну, нам-то удобно А равно единице Я вот здесь написал А и Б Чтобы мы различали Горизонтель и вертикаль Чтобы было потом легче учиться, да? На самом деле И А, и Б Ровно единице 6 А Есть Что еще? И Ку, конечно, да? Ну, вот здесь мы не нарисовали Теперь пора нарисовать Вот здесь вот Вот это 21, да? Ку Мы уже считали там 21, да? Значит, 21 на какое плечо? И каким знаком? 21 На сколько? На сколько? С плюсом, конечно Почему на 3, когда на 2? Вот это А И это А, да? С плюсом на 2А Равно нулю Второе уравнение Второе уравнение должно быть такое Чтобы вошло тоже Икса, Игрека Но у нас имеется прямо Вот, очевидное Вот это Мы смотрим только на Наторванную, отрезанную Часть этой рамы И, кстати, когда вы будете оформлять Не ленитесь Вот как я делаю, так и вы делаете Все в целом, реакции Часть Другая часть И тогда будет проще Желательно еще цветом оформить Итак, сумма моментов Относительно к точке С Какую часть берем? Левая часть пишем Здесь имеет смысл так Смотрите По умолчанию Если ничего не пишется То в целом А если какая-то часть То пишется левая или правая Или там нижняя или верхняя Или можешь как-нибудь написать Уголок Ну это как-нибудь там загогулино К примеру В общем, главное, чтобы потом Понимать, что ты писал И так относительно точки С А здесь имеет смысл Одно по-другим писать Если я здесь писал Икса Здесь я тоже пишу Икса Икса Смотрю только сюда Здесь у нас Желательно, конечно, размер его поставить А мы не поставили Два Б, да? Два Б Значит, на два Б А знак какой? Минус С минусом Хорошо Здесь тоже ясно, что минус Игрек А плечо какое? Ну-ка Два А Нет Нет, просто Николаевич, а вот задачу Которую я вам сдал Первую на прошлом Какую задачу? Вы можете, да Карточку даже выкинуть Она вам не нужна То есть я ее даже на А4 Не могу не переписывать Это те счастливчики Которые сделали Таких немного Сейчас скажу Кто Ну, в общем, вы знаете Да, да, да Вот это А, да? Вот это А Совершенно верно На А И еще что? И момент Которые 30 Ну, это мы уже проходили, да? 30 равно нулю Все, ничего не забыли? Ничего Ну, осталось просто решить эту систему Давайте решать Ну, наверное, решение несложное будет Надо цифры подставить А у нас единица, да? Значит, здесь 42 И 6 48 Долой 30 Значит, это получается 18 Вот это все 18 Есть Так, это 30 Точно 30, да? Да Так, ну, как мы будем исключать? Ну, с А равно Б равно единицы Давайте так Умножим Вот это на 2 И вычтем Вот из этого будет Тогда Б исчезнет, да? Значит, я умножаю это на 2 И знак минус Значит, тогда это исчезает Получается Минус 4 Игрек А И минус это Минус плюс Минус 3 Игрек А Следите, да? Здесь 4 Понятно, да? Потом Еще что? Плюс 48, да? А почему еще 48? 36 Да Вы следите, что я могу ошибиться У нас, кстати, будет потом проверка Вы можете ее выполнить Это очень надежная штука Сейчас мы это сделаем 36 И еще что? 36 Почему 66? А, и плюс 30 Да, 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 да 30 равно 0 Отсюда Игрека равно 22 С плюсом, да? 22 Ну, тут может для эффекта написать килоньютон И когда, значит, некий ответ такой Игрека 22 килоньютона Ну, аналогично находится Икса Если подставим, найдем Икса Сейчас давайте сейчас Мы это Опустим Ну, поставим сюда Игрека Найдем Икса Икса Нет, ну давайте не поленимся Найдем, а то потом будем волноваться Итак, что получается? Это по единице, да? Минус Икса Минус 44, да? Следите, 44 И плюс 18, да? Так, да? Равно нулю Отсюда получается 26, да? С плюсом, да? Или с минусом? С минусом Итак, Икса равняется Минус 26 Ну, тоже для эффекта Мы пишем килоньютоны Ну, вот ползадачи сделано Теперь осталось аналогично Найти XB и YB Ну, просто делаем все то же самое Симметрично Ну, здесь мне придется что-то стереть Иначе Хотя нет, место есть Вот здесь я пишу Итак Опять пишу, что систему Из двух равнений Двух неизвестных Сумм моментов Относительно Итак, напомню, что Я ищу XB и YB Следовательно, Икса и Y мне будут мешаться Стало быть, относительно этой точки Я составлю сумм моментов Беру систему в целом Относительно точки А И пишу, что у нас Давайте так В том же порядке XB XB Ну, знак и плечо Но подсказывайте А, минус Ну, террас XB Относительно точки А Вот так она будет крутить Вот так С плюсом С плюсом И плечо вот это На B Так, YB Ну, что С плюсом А плечо 2А Есть Что непонятно Сразу спрашивайте Потом будет поздно Так, шестерка Вот эта шестерка С каким плечом Я, смотрите, как правило Сначала напишу силу Потом плечо И знак, да? Все в порядке будет 6 На сколько? На 3А На 3А Вот, смотрите, вот Плечо Переходим Модикулеры пускаем Умножаем на 3А И с плюсом, да? Так, восьмерка Переходим Сила восьмерку Потом знак и плечо Вот так она Чуть ниже пошла Поэтому она пошла Вот так крутить Минус На B, да? На B Так, момент не забыть Момент не забыть Он, как всегда Будет с минусом Минус 30 Минус 30 Эти мы взяли 21 забыли Чином 21 на сколько? Ну, с плюсом Очевидно, да? Тут Раз, два, три И еще половинка От этого Значит, на 4А Все, да? Равно нулю Ну, неплохо было бы Весь посчитать, конечно, да? Сколько здесь будет Восемьдесят четыре Долой тридцать Пятьдесят четыре И еще долой Восемь Сорк шесть, да? Чего? Сорк шесть, да? Сорк шесть С плюсом Да С плюсом Ну, это на потом Мы еще Слушайте, а вот это забыли написать А, еще восемнадцать, да? Тогда надо стереть И сколько тогда будет? Шестьдесят четыре Ну, ладно, потом Если не сойдется Будем искать ошибки Шестьдесят четыре Сумма моментов Относительно Теперь опять Надо составить такое Что вошло тоже ХБ, ГРБ Значит, теперь берем С Но берем правую часть Совершенно верно Это левая Значит, берем правая Пр Точка С Смотрим теперь только Все наши взоры Только на эту картинку Больше ни на что На свете точки С В том же порядке Пишем ХБ Ну, знак какой? ХБ Вот точка С Вот ХБ Вот она так закрутила Вот с этим плечом То есть на Б, да? Вот здесь она Вот этот на Б, да? На Б На Б Следующий Игрик Б С каким плечом? С каким знаком? С плюсом Вот да, с плюсом Вот так она крутить стала На Б На А вот раз, да? На А С плюсом Потом Ну и эти две силы Придется взять И шестерку Восьмерку Шестерку Восьмерку Ну, ничего не поделаешь Так, значит здесь Шесть на сколько? На два, да? Почему на три? На два Шесть вот Вот на два, да? На плюс Шесть на два А И плюс восемь на Б, да? Восемь на Б И еще Ку Да? Сколько Ку? На три, да? Раз, два, три, да? И плюс двадцать один Почему? Восемь Смотрите Вот точка С Она выше пошла Вот так начал крутить Против, да? Если она бы Смотрите, как я еще проверяю Здесь она будет с плюсом, да? Опустись она ниже Войдет до этой точки Будет ноль А здесь будет уже с минусом Вот так она меняется От плюса до минуса, да? Так, значит получается Плюс двадцать один Это был двадцать один, кажется, да? Двадцать один Насколько? На три А Давайте это тоже почитаем Нам легче будет решать систему Значит, сколько это будет? Шестьдесят Три, да? Следите, чтобы я не ошибся Это двенадцать Это восемь Восемьдесят три, да? Но системка не очень удобная для расчета Ну А, нет, удобная Смотрите Икс Б, Икс Б Просто тупо складываем, да? Икс Б исчезает Получается Три Игрек Б Кстати, обратите внимание Кстати, обратите внимание В предыдущей системе, когда мы делали У нас получилось Три Игрека А здесь Три Игрек Б Вот эта тройка Не случайное число Если мы решаем правильно Для первой системы И для второй системы Это число является определителем Оно будет одинаковое И будет фактически равняться Удвоенной площади Вот этого треугольника Сейчас какого? Нет, вот этого Вот этого треугольника Поэтому, если площадь этого треугольника Ноль То есть, значит, не имеет решения Но это уже тонкости Я потом буду пояснять Но пока у нас все нормально И там тройка, тут тройка Итак, просуммировал Получилось Три Игрек Б Три Игрек Б Но здесь тоже легко суммируется 64 с плюсом 83 147 делится на 3 Плюс 147 Равняется нулю И сколько получается Игрек Б? Поделите Минус сколько? Минус 49 Ну, сейчас давайте Прежде чем решать дальше А что дальше? Давайте хоть проверочку сделаем Вот здесь по Игрекам 22 и минус 49 Они должны урновешиваться Шестеркой и 21 Смотрите, проверка Проверка Сумма проекции по вертикали Мы это и не использовали Это уравнение Значит, в проверки Входит уравнение Которое не использовано Были при решении При решении мы использовали Только уравнение моментов Поэтому для проверки Используем проекции По вертикали урновешено Урновешено Пишем Здесь отчеркну Вот так вот Что у нас по вертикали? Игрек А Плюс Игрек Б Плюс Ку И плюс шестерка Он там, да? Больше ничего, да? Плюс 6 Должно быть Значит, Игрека у нас сколько? 22 Минус 49 Плюс 21 Что-то не сходится Почему? А это шестерка И плюс 6 Сколько получается? Там 9 Как 40 Игрек Больше Все сходится, да? Да О, ну слушайте Отлично Нам повезло Вот это приятное ощущение Что у вас все сошлось Будет у вас Если будете аккуратно решать Кстати, сколько времени потратил На решение За месяц С объяснениями? Ну, немного Так что у вас Прошу Сделать то же самое Равно 0 Ну, аналогично Сделайте проверку По оси Х Если сойдется Обе проверки Можете смело Поднимать руку И говорите ответ Значит, по этой задаче Есть вопросы? Нет? Тогда переходим К следующей задаче Спасибо Спасибо Спасибо